приветствую вас друзья в эфире очередной 11 выпуск программы викли от тараса березовца в этом выпуске мы анализируем все ключевые внутри украинские и международные события минувшей недели а их поднабралась предостаточно также напоминаю вам что постоянным информационным партнером викли является канал дмитро news на котором вы всегда найдете самые актуальные интервью стримы и новости касающиеся отечественной и международной повестки смотрите и подписывайтесь а сейчас перейдем к основным событиям минувшей недели генеральный прокурор украины ирина венедиктова и глава службы безопасности украины иван баканов на минувшей неделе провели брифинг на котором сообщили о готовящихся подозрениях в адрес лидера партии оппозиционная платформа за житя народного депутата украины и по совместительству кума владимира путина виктора медведчука в ходе брифинга венедиктова и баканов сообщили что подозрение касается трех ключевых эпизодов в первую очередь это подозрение медведчуку введение незаконной экономической деятельности на территории временно оккупированного крыма речь идет о компании медведчука которая была зарегистрирована еще 2012 году а позже после аннексии крыма перерегистрирована по оккупационным законам компания медведчука должна была заниматься добычей газа на нефтегазовом шельфе в районе оккупированной керчи 2 эпизод касался создания сети промень которая должна была заниматься вербовкой граждан украины временно работающих на территории российской федерации и наконец 3 эпизод касался разглашения медведчуком секретных данных о секретном подразделении вооруженных сил украины конечном итоге мы увидели что второе обвинение так и не дошло до печерского суда в котором рассматривалось дело виктора медведчука как предполагается первоначальный расчет зеленского строился на том что виктор медведчук должен был испугаться предъявленных ему обвинений и скрыться за границу именно по этой причине служба безопасности украины давала расплывчатые комментарии относительно нахождения медведчука сообщают только о том что он находится где-то в украине смешно поверить то что мощнейшая спецслужба не знала где находится виктор медведчук который особо на самом деле и не прятался по всей видимости медведчуку предоставляли зеленый коридор для вылета в россию он им не воспользовался и сам явился к генеральным прокурор ирине венедиктовой которая по странному стечению обстоятельств не смогла принять его поскольку заявила о том что занята телефонным звонком в ходе последующего рассмотрения дела медведчука в печерском суде прокуратура требовала ареста медведчука либо вынесение ему залога в сумме свыше 300 миллионов гривен однако печерский суд отклонил требования прокуратуры и отправил медведчука под домашний арест также он будет обязан носить электронный браслет и сообщать о всех своих передвижениях по киеву либо киевской области дело медведчука выглядит таким образом что владимир путин в этой ситуации будет активно пытаться отыграться на своем украинском тезки владимира зеленском да и сам медведчук точно не собирается выходить из большой политики более того он попытается воспользоваться нынешним делом генеральной прокуратуры против него для увеличения собственных рейтингов в на этом фоне заявление президента зеленского и генерального прокурора едино-венедиктова а также службы безопасности а ивана баканова выглядят скорее голословными глубокому сожалению исполняющий обязанности премьер-министра армении никол пашинян обратился к организации договора коллективной безопасности с просьбой предоставления военной помощи также соответствующее заявление принял парламент армении на минувшие недели вооруженные силы соседней республики азербайджан незаконно продвинулись на территории армении на глубину свыше трех с половиной километров по крайней мере так заявляет официальная власть еревана что касается позиции баку они утверждают что руководствуются старыми картами и старой границей времен сср между азербайджанской и армянской сср в ответ на это никол пашинян призвал путина с которым он получался по телефону оказать еревану прямую военную помощь кстати во время прошлогоднего военного конфликта 2020 года между армении и азербайджаном пашинян и армения не обращались за помощью к москве напрямую поскольку военные действия велись на территории непризнанной нагорно-карабахской республики в данном случае проникновение вооруженных сил азербайджана носит совершенно иной характер и речь идет уже проникновение на территорию собственно армении в ответ на все просьбы и мольбы о помощи москва традиционно отмалчивается так было кстати и во время прошлогоднего конфликта 2020 года когда кремль по сути бросил армению на съедение азербайджану и и и склад ключевому союзника в регионе турции выглядит так что владимир путин сегодня максимально заинтересован в ослаблении власти никола пашиняна который недавно ушел в отставку также в армении назначены досрочные парламентские выборы из-за кризиса вызванного поражением армении в прошлогодней войне ожидаются что к власти могут вернуться прошлые политические силы в частности речь идет о прошлом президенте армении качаряне никол пашинян и его сторонники нервно пытаются восстановить ситуацию в том числе внутри страны но очередное военное поражение от азербайджана очевидно поставит точку на карьере исполняющего обязанности премьер-министра армении на этой неделе с новой силой вспыхнул израиля палестинский конфликт столкновениях между армией израиля цахалом и террористической группировкой хамас со стороны а палестинский группировок уже погибло свыше 60 человек в то же время сообщается что на территории израиля погибло шестеро граждан в том числе один шестилетний ребенок всего в рамках атаки на израиль террористическая группировка хамас выпустила свыше полутора тысяч ракет основная их масса была перехвачена силами по израиля в частности созданной в 2011 году системой железный купол которая в целом более чем успешно справляется с атаками террористов нужно заметить что столкновение в районе сектора газа также привели к другим межэтническим конфликтам на территории израиля в частности столкновения между арабами и израильтянами происходят в таких крупнейших городах как хайфа и лот последнем происходит самое ожесточенное столкновение между представителями полиции и арабского населения в ходе волнений было сожжено множество административных зданий в том числе и религиозные такие как синагоги и мечети ожидается что конфликт между израилем и группировкой хамас должен был стать предметом рассмотрения света безопасности организации объединенных наций союзники израиля во всем мире на сегодняшний день пользуются нынешней ситуацией для того чтобы оказать максимальное давление не только на хамас но на и его покровителей в частности на иран также в этом конфликте очевидно присутствует российская федерация причем участвует в этом как опосредованно так и непосредственно на минувшей неделе из противотанкового комплекса российского производства был подбит бронеавтомобиль израильской армии в результате нападения один военнослужащий армии цахала погиб а двое получили ранение совет национальной безопасности обороны украины ввел санкции в отношении 557 воров в законе интересно что основная масса криминальных авторитетов находится за пределами украины им запрещено возвращаться в украину также в случае обнаружения будут арестованы их активы и имущество в нашей стране кроме того президент владимир зеленский поручил разобраться с кончезаспой и пущеводицы в частности речь идет о пользовании государственными дачами президент зеленский хочет знать кто пользуется государственным имуществом на протяжении последних десятилетий также секретарь совета национальной безопасности обороны алексей данилов заявил о подготовке специального закона об олигархах и разработки соответствующие критерии по словам данилова всего в список олигархов могут попасть 13 лиц тем не менее полный перечень фамилий олигархов не приводится сми уже сообщили что в число этих лиц вероятнее всего попадут такие лица как ренат ахметов игорь коломойский виктор пинчук пётр порошенко а также ряд других лиц каким образом будет регулироваться их деятельность и что предусматривает собой закон о де реализации неизвестно президент владимир зеленский в интервью журналу фокус попытался напустить тумана в отношении этого у него на самом деле получилось не очень и как обычно основная порция критики досталось его предшественнику пятому президенту украины петру порошенко первая леди украины елена зеленская дала большое интервью телеканалу один плюс один принадлежащему олигарху игоря коломойскому в программе вип ведущей которого является одиозная тележурналистка наталья мосичук первая леди украины достаточно подробно попыталась объяснить причины последних скандалов связанных с ее мужем обращают внимание ряд заявлений которые она сделала в частности на вопрос госпожи мосичук относительно того сколько машин находится в кортеже президента зеленского и почему они до сих пор пользуется государственной дачей елена зеленская заявила что не знает какое количество автомобилей пользуется ее супруг относительно дачи она заявила о том что ремонт на государственной вилле на которой сейчас проживает президентская счета зеленских они делают за свой счет также елена зеленская заявила о том что шутки квартала 95 в отношении пятого президента петра порошенко которого комики канала квартала 95 обвиняли в алкоголизме является приемлеме в то же время называть ее супруга владимира зеленского она сказала что это является абсолютно неприемлемым также она заявила о том что их очень оскорбляют когда президента зеленского называют клоуном и упоминают о его криворожском происхождении в своем интервью елена зеленская также попыталась ответить на вопрос ожидает ли тюремное будущее владимира зеленского в ответ на вопрос мосичук сядет ли и зеленский в тюрьму елена зеленская ответила что она это не верит ну что ж как говорится будем посмотреть от суммы и от тюрьмы не зарекайся перестановки в кабинете министров украины в пятницу в кабинет министра украины были поданы два заявления об увольнении от министров первым стал министр экономики игорь петражка авторы министр инфраструктуры владислав крикли петражка считают креатурой аграрного бизнесмена и олигарха олега бахматюка крикли в свою очередь является креатурой министр внутренних дел арсена авакова также пресс-секретарь спикера верховной рады украины сообщила о поступлении представления на увольнение министра здравоохранения максима степанова его подписал премьер-министр денис шумыгаль сам максим степанов не подтвердил информацию относительно того что он писал подобное заявление тем не менее слуги намерены рассмотреть увольнение степанова ампетражка и криклия уже на следующей неделе в качестве сменщиков министров называют следующие кандидатуры так максима степанова министерстве здравоохранения может заменить его зам и главный санитарный врач виктор ляшко а вместо министра инфраструктуры криклия может быть назначен александр куберков которая сейчас возглавляет укр автодор все эти перестановки очевидно имеют цели решения нескольких задач в случае со степановым на него попытаются повесить весь негатив от провала вакцинации интересно что до последнего времени слуги народа и зеленские никакой критики в адрес степанова не высказывали теперь же его попытаются сделать крайним также предполагается что в отношении степанова может быть возбужденным ряд уголовных дел для того чтобы сделать его окончательно стрелочником и повесить на него все провалы власти президента зеленского случае с назначением куберкова главой министерства инфраструктуры ожидается что министерство инфраструктуры по сути превратится министерство волы кого будивництво огромной коррупционной стройке которая осуществляется под эгидой президента и его ближайшего окружения как это отразится на отношениях президента зеленского с аваковым и бахматюком на данный момент неизвестно но в любом случае эти перестановки могут дисбалансировать власть не только зеленского но и кабинета министров таковы были ключевые события минувшей недели также напоминаю вам друзья что постоянным информационным партнером викли является канал дмитро news на котором вы всегда найдете самые актуальные стримы новости и интервью касающиеся отечественной и международной повестки смотрите и подписывайтесь также подписывайтесь на мои соцсети линки на которые вы найдете под этим видео и поддерживайте нас на патреоне линк на мой патреон также размещен под этим видео спасибо вам за просмотр очередного 11 выпусковик лёд трасса березовца божаю вам жить и поменьше взрат побольше перемог спокойной и безопасной недели с вами был тарас березовец и до новых встреч березовец и до новых встреч